Здравствуйте, братья и сестры! Рад вас приветствовать на 26-й лекции курса «Господь просвещение мое». Который проходит в рамках образовательных проектов просветительского центра Сретенского монастыря. Наша сегодняшняя тема – это страсти, борьба с ними и добродетели. Также мы поговорим о грехе в общем. Что такое грех и что такое страсти именно как грехи. Итак, наверное, начнем мы как раз с греха как такового. Что такое грех? Давайте зададим такой вопрос. Прежде всего, грех – это нарушение норм тварного мира, который установил Бог. То есть грех – это нарушение закона Божьего. Как написано в словаре Даля, грех – это промах мимо цели. Если в религиозном контексте осмыслить это понятие, то грех в христианском понимании – это промах мимо Бога, мимо царствия Божьего, мимо заповедей Божьих. Это грех. Каковы причины греха? Это неправильное направление воли свободного существа. Вначале это был ангел Люцифер, который сотворил первый грех, а потом уже первые люди – Адам и Ева, ну а за ними уже все мы. То есть грех – это не есть что-то материальное, что-то реально существующее, какая-то субстанция. Нет, грех – это неправильное направление воли свободного существа. Живого, свободного существа. Есть разные виды грехов. Я бы хотел на берегу определиться с понятиями и рассмотреть несколько терминов, чтобы мы дальше с вами этими терминами свободно пользовались. Давайте откроем слайд номер один и прочитаем, что существуют грехи прародительский, первородный, родовой, общественный и личный. Итак, прародительский грех – это личный грех Адама и Евы, повлекший за собой разрыв связи с Богом, порабощение дьяволу, повреждение, порчу человеческой природы. Далее, первородный грех, в отличие от прародительского, это порабощенность дьяволу, присутствие дьявола в человеке, его действие, энергия в нем. Каждый человек рождается в таком состоянии вследствие отпадения от Бога. И термин «родовой грех» используется для обозначения как морального зла, совершенного тем или иным лицом или группой лиц, так и последствий этого зла, сказавшихся на их потомках. Общественный грех совершается группой лиц и порождает общественное зло, в частности, социальную несправедливость. И личный грех – тот, который совершает отдельный человек. Есть еще шесть умственных стадий зарождения и развития греха, о которых мы поговорим немного позже. Итак, вот перед нами грех в таком большом понятии. Как видите, первый грех, совершенный в мироздании, распространился на все мироздание, на всю историю мира, в самых разных версиях. Я бы еще хотел отметить несколько под тем. Грех как нарушение закона Божьего, «Грех и человеческая природа» и «Грех и человеческий разум». Вот давайте откроем слайд номер два и прочитаем, что грех можно рассматривать как нарушение духовных законов Божьих, по которым существует мир. Далее такая под тема «Грех и человеческая природа». Грех повредил человеческую природу, она болеет грехом, является удобопреклонной ко злу. Зло для нее сделалось как бы нормой, а добро – исключением. Вот на этом хотел бы сакцентировать ваше внимание, то, что грех мы рассматриваем именно как болезнь, это очень важно. И третье – грех и человеческий разум. Грех повредил и помрачил разум, высшую силу души. Однако по сравнению с другими силами души, ум поврежден меньше. От ума главным образом зависит и исцеление человека в христианстве. «Мы должны, говорит апостол Павел, обновиться духом ума. Преобразуйтесь обновлением ума вашего», пишет апостол. Итак, вот такие три тоже важных контекста. Грех как нарушение закона, грех как то, что мучает человеческую природу, чем болеет человеческая природа. И грех как то, что повредило человеческий разум, главную и высшую силу души. Но опять же скажу, что нас интересует больше всего понятие греха как болезни. Вот тема страсти, которую мы дальше будем рассматривать, это именно одна из болезней, которую привнес грех в человеческую природу. Откроем еще слайд номер три и прочитаем о других разновидностях греха, о которых нам тоже нужно знать. Вольные и невольные грехи бывают. Что это такое? Вольные – это совершенный осознанно. А невольные грехи рождаются в сердце, независимо от воли человека. Например, раздражительность, лень, зависть, уныние, греховные помыслы, прелоги и так далее. То, что приходит к нам как бы не по нашей воле и с чем мы должны разбираться. Далее, смертные и несмертные грехи. Смертный грех – это, кстати, из Священного Писания. Тот, который полностью блокирует и делает невозможной духовную жизнь, убивает душу. Помните, да, Иоанн Богослов говорит, есть грехи к смерти, есть не к смерти. И несмертный грех – тот, при котором духовная жизнь имеет место быть, но частично повреждается. Если не обращать внимания на несмертные грехи, они тоже могут погубить человека. И мелкий грех – это вседневный грех, который врачуется личным покаянием. Такого рода грехи перечисляются в вечернем правиле. Насчет мелких и несмертных грехов, я бы хотел отметить, что не стоит пренебрежительно относиться к такого рода грехам, потому что они вполне способны человека духовно уничтожить. Знаете, как грех смертный можно уподобить большому кирпичу, который топит человека сразу. Но грехи мелкие можно уподобить песку, который, если соберется в огромном количестве, может пересилить даже сам кирпич, перевесить его, и тоже человека утопить. Поэтому мелкие песчинки эти нужно вычищать из нашей жизни, потому что они в большом количестве могут пересилить даже самый страшный смертный грех. Все эти маленькие грехи, они имеют такую опасность, что они могут расположить человека, привыкнуть грешить. То есть человек живет и привык грешить мелкими грехами, и их много, и он в этой атмосфере живет. Но я же не зарезал, не убил, как иногда говорят. Но это же не значит, что ты с Богом, если ты не зарезал, не убил. Мелкие грехи, они способны от Бога отрывать. Если на них не обращать внимания, их в жизни много. Ну и, знаете, любой грех — это в той или иной мере предательство Бога. Даже, может быть, если кому-то тяжело воспринять такое определение, скажем по-другому, грех всегда нас выводит за черту, возвращаясь с которой мы уже немного иные, мы немного другие. То есть когда мы побывали там, за чертой греха, мы возвращаемся уже немножко другими людьми. Поэтому грех в любом случае, какой бы он ни был, большой, маленький, он действует на человека плохо, он мешает жить человеку, он портит жизнь человека, разрушает человека изнутри. Это самое главное. Преподобный Исаак Сирин выделял четыре вида греха. Давайте тоже обратимся к нашим слайдам и посмотрим, что пишет святой Исаак. Одни совершаются непроизвольно, мы про них уже сказали, по немощи природы человека, вторые — по неведенью. Человек не знает, что это грех. Да, но тут тоже хотел бы подчеркнуть, что все равно грех свою функцию разрушительную выполняет, даже в этом случае. Третий грех совершается по привычке грешить. Здесь источник греха — это закостенение человека во зле. Вот привык человек и все. И четвертая категория греха, когда человек грешит сознательно и произвольно, то есть знает, что это грех, знает, что грех делает с ним, и все-таки грешит. Итак, мы теперь можем перейти к теме страстей. Страсть — это тоже грех, но грех особенный, который имеет в человеке некоторую жизнь, некоторую динамику и может овладеть человеком. Давайте попытаемся понять, что же такое страсти. Конечно же, мы должны вспомнить снова грехопадение, потому что страсти родились в результате грехопадения. Но я бы хотел здесь отметить следующую подтему в теме грехопадения. После грехопадения характер отношения человека с миром меняется. Каким образом? Естественное взаимодействие человека с миром, богоданное взаимодействие, становится потребностью. Вот до грехопадения у человека не было потребностей, по отношению к которым он впал бы в некую зависимость. И вот после грехопадения взаимоотношения человека с миром, его пользование миром становится потребностью для человека. То есть он должен есть, пить, чтобы не умереть, поддерживать свое тело в соответствующих условиях. И для него эта потребность становится зависимостью. Это кардинальный перелом в отношении человека с миром. И мы помним, что в грехопадении воля человеческая растлевается. И вот это растление воли проецируется на эту тему взаимодействия человека с миром тоже катастрофическим образом. Дело в том, что потребность связана с наслаждением от ее реализации. И вот после растления воли в грехе, человек начинает испытывать это наслаждение от потребности и зависимости. И его воля стремится к удовлетворению потребности уже не потому, что эта потребность вынуждает человека, а из-за наслаждения. И получается, грех паразитирует на потребности. Вот то, что произошло в результате грехопадения. Таким образом, помимо действия человека по энергии, вот у святых отцов есть такое разграничение, действие по энергии и действие по личной воле. По энергии — это то, что требует природа для жизни. Это действие по энергии, человеческая природа. А личное действие — это то, которое обусловлено нашей волей. Так вот, в наше природное действие входят страсти. Страсти начинают жить в человеке, диктовать ему свою волю. И природная воля человека, она повреждается страстью, она становится больной. Вот как святые отцы говорили, что здесь можно говорить о действии одного в другом. Действии страсти в человеке. Что-то чужеродное проникает в жизнь человека и делает его несвободным. В чем ужас страсти? В том, что страсть делает человека несвободным, влекомым. Он раб страсти. Не он уже правит собой, а страсть в человеке управляет человеком. Человек как бы ведется страстью. Вот, например, в страсти гнева мы можем это прекрасно видеть. Как человек меняется во время того, когда он начинает гневаться. Это уже не он. Мы не узнаем человека. Что-то такое, кто-то такой кричащий, как будто обезумевший человек. Вот что-то им владеет в данный момент. Вот интересная особенность страсти также это отсутствие в природе человека той потребности, которой эта страсть была бы обусловлена. Ну то есть, например, чревоугодие. Но нет в человеке такой потребности объедаться. Ему нужно для здравия тела поесть совсем немного на самом деле. Но чревоугодие искажает эту потребность и получается, что удовлетворение потребности не соответствует самой потребности. Вот так действуют тоже многие страсти. Например, сребролюбие. Человеку для жизни необходимо на самом деле совсем немного, если говорить о деньгах и о материальном достатке. Но человек, который страдает сребролюбием, в нем включается некоторый механизм, и он уже зарабатывает, зарабатывает миллионы, миллионы. И это уже больше, чем ему нужно. Гораздо больше. Но он включается в эту зависимость, в эту систему и ничего уже с собой не может поделать. То есть удовлетворение потребности уже превышает потребность. И про потребность как таковую уже забывают. Мы имеем, по сути дела, сложной проекцией безграничного стремления человека к Богу, которое вложено в него от Бога при сотворении, на материальный мир в плане обладания. То есть та тяга человека к познанию Бога, которая была в него изначально, она проецируется на тягу обладания миром. Такая грустная история. Поэтому-то святые отцы говорили, что достаточно одной страсти, которая управляет человеком, и человек уже погиб. То есть уже что-то им управляет. Он уже не свободен. Ему не нужно уже даже быть обладаемым другой страстью, потому что он уже идет по ложному пути. Давайте попытаемся узнать, что говорит Священное Писание о страстях. И говорит ли? Говорит. Откроем слайд номер 5. И посмотрим, как выражено это слово в послании апостола Павла. Апостол Павел пишет. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть и до служения». Вот обратите внимание на греческое слово, которое стоит в скобочках возле слова «страсть» – пафос. Именно это греческое слово переводится в синодальном переводе как «страсть». Идем дальше. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Вот здесь стоит слово «пафима», которое переводится как «страдание». Пафима – это страдание. Вот в очередной раз мы можем убедиться, что страсть – это то, что мучает человека и разрушает его. Кстати, слово «пафос», которое в русском языке так красиво звучит, на самом деле в греческом означает «страсть». И вот третье еще слово «чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения». Здесь употребляется слово «эпифимия», которое переводится как «похотение». То есть практически одно и то же слово, вот «пафима», «пафос» – это все однокоренные слова, переводится еще как «похоть». Итак, перед нами разногранное понимание русскими переводчиками слова «пафос», «пафима», «эпифимия» – разные такие акценты этого слова. Страсть – это страдание, страсть – это похоть, страсть – это некоторая греховная привычка. Все это есть в этих греческих терминах. Пойдем дальше. Страсти, согласно Максиму Исповеднику, есть укоризненные и неукоризненные. Мы немного уже об этом говорили. Напомню вам, что неукоризненные страсти – это подверженность человеческой природы страданиям, боли, которые вызываются внешними воздействиями. То есть человек, он после грехопадения обречен на то, чтобы мерзнуть, голодать, плакать. Он попал в сферу действия страданий и боли. Напомню, что такого рода неукоризненные страсти были и у Господа Иисуса Христа, который, впрочем, по мысли некоторых святых отцов, их тоже контролировал и допускал в той мере, в которой он считал нужным. Итак, вот страстность как следствие грехопадения первых людей, но как то, что личным грехом не является. Потому что если мы устали или хотим есть, это не грех. Это следствие грехопадения, но это еще не грех. Проблема не в этих страстях, а проблема в страстях укоризненных или греховных. Что же такое укоризненные страсти? Давайте откроем слайд номер 6 и прочитаем несколько определений страстей. Первое. Страсть – это стремление к греховным наслаждениям, греховное расположение, греховная склонность, постоянное желание грешить известным образом любовь к тем или иным грехам. Итак, первое определение страсти – страсть как тяга к греху. Далее, наверное, остановимся все-таки на этом на минуточку. Мы уже говорили о том, что страсти мучают человека и могут стать желаниями, которые управляют человеком, а не наоборот. Это действительно страшно, когда созданием Божьим, венцем творения, человеком начинает управлять что-то чуждое. Опять же, одно в другом – святоотеческое определение. Святые отцы уподобляли страсть именно в таком значении – псу, который лижет пилу и мучается от боли, но не может остановиться, опьяненный вкусом собственной крови. Точно так же выглядит закоренелый грешник, обуреваемый теми или иными страстями. Он мучается, он понимает, что это его убивает, но уже ничего с собой не может поделать. Далее, второе определение – извращение естественных потребностей и неправильная работа сил души человека. Например, есть для человека, принимать пищу – это не грех, а чревоугодие – это грех. Вот мы видим, что естественная потребность оборачивается страстью, грехом. Или, например, в человека вложена гневательная сила, которую человек должен использовать для отторжения греха, для отделения себя от всего того, что отделяет его от Бога. Но человек использует эту силу неправильно. Он гневается на ближних, на Бога может гневаться и так далее. Так что, помимо действия по энергии, которая соответствует потребности природы, мы видим действия по страсти. Далее, третье определение – порог, укоренившийся в душе настолько, что стал как бы природой человека. И здесь же цитата преподобного Нила Сорского. Прочитаем. Это то, что долгое время гнездять в душе, как бы в нрав ее от навыка обращается. Впоследствии страстью увлекается человек произвольно и сам собою. И та обуревает его постоянно страстными помыслами от врага влагаемыми. Вот это тот случай, когда грешник просто служит, страсти становится абсолютно зависимым рабом. Он не человек управляет собой, а страсть ведет его за собой. Например, вот мы говорим, человек подвержен страсти курения. Да, это определение как раз таки отражает эту мысль. Подвержен страсти. То есть он, человек, уже чему-то подвержен. Он не свободен. За него все решила страсть. Страсти необходимо анализировать, потому что борьба с врагом предполагает знание врага, знание его планов и знание логики этого хитрого врага. И тут нам в помощь святые отцы, которые изучили борьбу человека с грехом, изучили душу человеческую и оставили нам драгоценнейшие наблюдения о том, как со страстями правильно бороться, как страсти могут действовать на человека, какая хитрая логика у страстей и на какие семейства они делятся. Отцы говорят, что есть восемь главных страстей, которые представляют из себя некие семейства грехов, в которые входят разные подобные грехи. Давайте эти восемь страстей мы с вами найдем и прочитаем. Откроем слайд номер семь и читаем. Вот обратите внимание на первые две страсти – чревоугодие и блуд. Это плотские страсти, грубые, явные. А остальные – сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость – это страсти душевные, более скрытые, с которыми тяжелее бороться. Вот, например, гордость. Она бывает вообще иногда неуловимая. Итак, идем дальше. Перед тем, как мы поговорим о каждой из этих страстей в отдельности, мы должны вспомнить, что за каждой страстью стоит бес. Это святоотеческое учение. Отцы говорят, что когда человек порабощается той или иной страсти, он открывает себя для действия того или иного беса, который становится неким господином человека и тоже мучает его. Потому что у бесов задача мучить человека и погубить его. Как говорит Христос, убить и погубить. Вот такая двойная смерть. Убить и погубить. Откуда мы берем эту мысль? Есть в житии Василия Нового, такой святого Василия Нового, такой эпизод. Мытарство блаженной Феодоры. Наверное, вы все так или иначе знакомы с этими мытарствами, с этим произведением. Есть разные отношения к мытарствам, к форме, скорее всего, выражения этой мысли. Но глубоко церковным является само предание о том, что человек после смерти будет испытуем воздействием той или иной страсти. Будет испытываться его верность Богу, его любовь к Богу. Мотив испытания после смерти является общим местом в учении церкви. Формы этого учения могут быть разные. Действительно, в мытарство блаженной Феодоры, может быть, есть оттенки принятых тогда агеографических каких-то деталей, какие-то, может быть, влияния и западных житей. Может быть, что-то это есть. Но на самом деле, вот сам стержень смысловой, то, что происходило с блаженной Феодорой, это мы можем найти и у святых отцов первого тысячелетия мысли об этом. Можете открыть, кому интересно, сайт азбука.ру, азбука веры, и найти там мытарство. И вы увидите, что писали о мытарствах святой Кирилл Александрийский, другие отцы, наши современные отцы, святитель Феофан Затворник, например, много об этом писал, оптинские старцы об этом говорили. Если читать вот это житие Василия Нового, мы увидим, что каждая страсть, там, по-моему, 20 этих мытарств, каждая страсть представлена тем или иным бесом, который заявляет свои права на человека, если человек этой страсти служил. То есть логика получается такая, что если человек одержим той или иной страстью, он, по сути, одержим тем или иным бесом, и бес так или иначе через эту страсть им руководит. Недаром Христос говорил о бесах, сей род изгоняется молитвой и постом. Мы знаем, что со страстями мы тоже боремся, молитвой и постом. То есть там, где страсти, там и бесы. Об этом нужно помнить. Без паники, но об этом нужно помнить. Страсти нужно убивать в себе, потому что они убьют нас. Страсть — это убийца души. То есть человек может сидеть дома, смотреть в окошко, никого не трогать, а страсть, какая-то незаметная страсть в нем, может его убивать. Поэтому здесь военный принцип — либо они нас, либо мы их. И вся православная аскетика, она как раз посвящена борьбе со страстями, убийству страстей, если хотите. Вот помните эпизод, когда Моисей убивает египтянина? Аллегорическое толкование этого места, святоотеческое, говорит о том, что это образ того, как христианин, а Моисей — это вообще прообраз христианина, взятый из воды, крещеный, убежавший от фараона через море, ну и так далее. Говорится, что убить египтянина — значит убить в себе страсти. В борьбе со страстями очень важно отделять себя от страсти. То есть надо понимать, что во мне есть что-то чужеродное мне, чужеродное в моей природе, то, что я должен изгнать из своей жизни, отделить себя от своей страсти. Да, я грешен, но я ненавижу страсть. Я понимаю, что она со мной делает, и очень хочу от нее избавиться. Я больной, но больной Божий. Господи, помоги мне исцелиться. И мы действительно ищем избавление от страстей только у Господа Бога. Что является основой всех страстей? Зададим такой вопрос. Основа всех страстей по мысли апостола Павла — это сребролюбие. Помните, корень всех зол — сребролюбие. Почему так апостол Павел сказал? Ведь, наверное, сребролюбие, как может показаться, это не самая главная страсть. Допустим, блуд тоже может убить человека или чревоугодие. Нужно понимать сребролюбие в общем таком контексте, как стремление к обладанию, как стремление к удовлетворению своего «я». Ведь если мы, допустим, возьмем, ну я сейчас не взял с собой, если бы у меня была, допустим, 100-рублевая купюра, вот мы на нее, допустим, посмотрели, мы любим ее, да? Ну мы же не можем сказать, что мы любим 100-рублевую купюру. Она сама по себе нас не интересует. Но когда апостол Павел говорит о сребролюбии, он говорит о страсти стяжания вообще, о материализме человека, о его приверженности к материальным благам, о любви к этому миру больше, чем к Богу, любви к тому, что может удовлетворять мое «я», мое самолюбие здесь и сейчас. удовлетворять мое плотское начало. Вот в этом корень сребролюбия, который есть, корень всякого зла. То есть если найти корень самого сребролюбия, мы увидим, что это самость. Вот святой Феофан Затворник так и пишет, что основа всех страстей – это самоугодие наперекор всему. И дальше он прибавляет. Вот это самое и есть то, что святой Павел назвал плотяностью, и что есть живущий в нас грех. Да, совершенно верно. Другие святые отцы, например, Иоанн Кассиан Римлянин, говорят, что корень всех зол – это гордость. И это тоже об одном и то же все. Потому что гордость – это и есть некая самость. То, что ведет человека и к сребролюбии, и к другим страстям. По сути, вот начало всякой страсти – это «я, мое, мне». Самоугодие, самость, гордость, желание жить для себя, в себя и все вокруг, в том числе и Бога, может быть, использовать только для удовлетворения своего «я», своего эгоизма. Так что сребролюбие, самость, гордость – это все на самом деле об одном и то же. И это корень всех зол – самолюбие. Итак, мы с вами уже сказали, что грехи, страсти бывают плотские, а бывают душевные. И обратим внимание, давайте, на нашу схему, которую мы уже просмотрели, «8 главных страстей». В чем тут логика? Почему они расположены именно так, а не как иначе? Дело в том, что здесь есть своя закономерность. Эта схема показывает логическое развитие греховного заболевания человека от грубых плотских страстей к неуловимым, душевным, духовным, тонким. От плотских страстей происходит постепенно перевод вот к таким душевным. Ну, логика такая. Допустим, чревоугодник, естественно, захочет блудить. Чревоугодник и блудник непременно захочет денег, обогащения. В конце концов, на то, чтобы удовлетворять страсть, чревоугодие и блуда, нужны тоже деньги. Итак, деньги. А теперь попытайтесь у него все это отнять. Появится гнев. Следующая страсть по счету. Когда человек и блудник, и чревоугодник, и сребролюбец, и гневлив еще, он обязательно впадет в состояние некой печали, томления духа. Потому что человек живет без Бога. Со страстями жить плохо. Они не согревают душу человека. Они дают какое-то мутное разовое удовольствие, некий суррогат радости. А потом человек страдает. Ему плохо. И вот приближаются два следующих греха, две следующих страсти. Это печаль и уныние, как высшая форма печали. И потом уже самые тонкие и самые опасные страсти – это тщеславие и гордость. Вот приблизительно так выглядит логика построения тех грехов, которые мы с вами видим. Напомню, что каждый из этих грехов – это большая группа, в которую входит много разных страстей. Мы дальше об этом почитаем. Важно еще понять, как развиваются страсти. Давайте откроем следующий слайд, номер 8, и прочитаем шесть умственных стадий развития личного греха. Это прилог, сочетание, соизволение или сосложение, пленение, решение, дело. Есть разная терминология у святых отцов. Но если в общем стадии развития личного греха такие. Давайте каждую эту стадию рассмотрим в отдельности. Что такое прилог? Прилог – это какая-то мысль греховная, которая вдруг, как будто бы внезапно, откуда ни возьмись, появляется в нашей голове. Каковы источники этих прилогов? Самые разные. Источником может быть злой дух, злые мысли от нечистого духа. Источником может быть соблазняющая нас окружающая действительность, когда человек насмотрелся чего-то. Источником могут быть старые грехи, которые мы вспоминаем. Или воспоминания о чужих каких-то грехах, которые, опять же, когда-то видел. Просто греховная мысль. До конца, наверное, это невозможно проанализировать, откуда та или иная мысль берется. Может быть, из сна какого-то к нам пришла, вот вспомнилась. Но надо понимать, что прилог возникает самопроизвольно, и в этом нет греха человека. В этом нет еще воли человека. Воля человека проявляется потом, когда человек показывает, как же он отнесется к этому прилогу. Если человек вовремя распознает прилог как вражеский, греховный, и отгонит его, то ему 5 баллов от Бога. То есть он молодец, он понял, что перед ним какая-то опасность, перед ним грех, который может его от Бога оторвать. Увы, не всегда так получается. Не всегда мы способны вовремя распознать тот или иной прилог как добрый или как злой. Мы иногда путаемся, ошибаемся в силу духовной неопытности, а иногда действительно трудно понять, но откуда эта мысль? Может быть, следует ей заняться? По сути, вот что сделал дьявол с Евой? Он же ей вселил в голову некий чуждый человеку прилог. Подлинно ли сказал Бог? И вдруг она задумалась. А может быть, действительно Бог может обманывать? Вот что может сделать с человеком одна греховная мысль в своем развитии? Поборолся с прилогами, возможно, и Христос, в отличие от прародителей, отвергший этот прилог и не допустивший его в себе, не допустивший в себе зарождение греха. Вот от нас требуется, что прилоги эти распознавать вовремя и с ними соответствующим образом поступать. Святые отцы говорят, что грязные, греховные мысли нужно отсекать мечом молитвы. Иисусова молитва очень подходит для этого, поскольку она краткая. «Именем Христовым бей супостата», говорит Иоанн Лествичник. Но если все-таки непонятно, что это за мысли, и мы ее принимаем, что же следует дальше? А дальше следует сочетание и соизволение или сосложение. Что это такое? Сочетание — это собеседование с прилогом. Когда мы эту мысль принимаем и начинаем ее как-то рассматривать, входим с ней в какой-то контакт. На этом уровне человек, в принципе, еще не грешит, но то, что он делает, уже не безгрешно, если этот прилог откровенно плохой. Необходимо победить прилог на этой стадии, иначе он перерастет в следующий этап сочетания или сосложения. Это когда человек уже наслаждается этой мыслью. Он уже мысленно грешит, и это уже грех, и грех опасный. Если в начале этой цепи, когда прилог только пришел, можно без труда его отогнать, то на третьей стадии, когда происходит сочетание или сосложение, прилог отогнать уже трудно. Он уже в некотором смысле входит в человека и начинает что-то с человеком делать. Человек уже как бы согласился с греховной мыслью. Тем не менее, если человек опытный и вдруг понял это, он может как бы так оттолкнуть. Когда кто-то очень близко к нам подошел, какой-то враг, мы его отталкиваем иногда. Вот так оттолкнуть еще можно этот прилог, но уже не всегда. Если слишком быстро, близко подошел, то уже, может быть, и не оттолкнешь его так сразу. Что происходит дальше, если человек и на этом этапе не разобрался с этой мыслью? Дальше происходит навык пленения и страсть, или вот по другой терминологии пленение, решение дела. Борьба может происходить с прилогом на первых трех уровнях. Вот дальнейшие три уровня, которые я сейчас назвал, это уже не борьба, это уже порабощение. Человек входит в собеседование с прилогом, услаждается им и уже готов следовать логике греха. Он уже готов к тому, чтобы грешить, и страсть постепенно им завладевает. Прекрасно показал, как это происходит в жизни Достоевский в своем произведении «Преступление и наказание». Помните, как к Раскольникову приходит одна мысль? Он долго ее рассматривает, потом эта мысль рождает другие мысли, соответствующие чувства, желания. И вот уже Раскольников, не понимая даже до конца, что с ним происходит, как он это сделал, идет и убивает старушку и с ней, и еще и ее сестру. Как правило бывает, что человек, который по страсти грешит, он грешит гораздо больше, чем собирался. Потому что страсть, она имеет свойство расширять сферу своего действия. И вот дальше происходит пленение, когда человек пленен уже этой мыслью, решение, как же осуществить эту страсть и само дело. Иногда эти процессы происходят долго, как с Раскольниковым было, иногда в считанные секунды. Иногда даже невозможно проследить, как ты согрешил. Вот как молния что-то мелькнула, очень быстро все это произошло, и вот человек уже под действием страсти грешит. Человек уже не владеет собой, но страсть владеет им. Давайте каждую из страстей рассмотрим в отдельности. Итак, первые две страсти – чревоугодие и блуд. Откроем слайд номер 9 и прочитаем. Чревоугодие имеет три основные формы проявления. Принятие пищи вне определенного распорядка, присыщение и желание изысканных блюд. Ну и сразу противоположное добродетель – воздержание. Что тут сказать? Чревоугодие – очень многогранная страсть. Видите, тут отмечено, что принятие пищи вне определенного распорядка, то есть когда человек ест беспорядочно, много, даже тогда, когда не хочет есть. Это вся наша культура, вся наша цивилизация на этом построена. Кофе-брейки, чаечки, кофеечки, там пирожное, там еще что-то. Человек все время ест, он все время что-то жует. Не все, конечно, но практически каждый из нас к этому склонен. Присыщение желания изысканных блюд, когда человек переедает, когда ему хочется чего-то эдакого, не просто пищи, а какой-то особенно вкусной пищи. Это все, так или иначе, гортанобесие, чревобесие – это все чревоугодие. Чревоугодие – это целый мир. Например, к чревоугодию можно отнести и курение в каком-то смысле, потому что это стремление к такому психофизическому наслаждению, которое тоже порабощает человека. Наркоманию отчасти можно отнести тоже к группе грехов, которые входят в чревоугодие, но и не только. И так далее. И добродетель – противоположное воздержание. Воздержание в большом смысле, не только пост, а вообще воздержанная жизнь во всех отношениях. Вот чревоугодие – такой легко распознаваемый, грубый грех, которым, наверное, в той или иной мере страдаем все мы. Далее блуд – превращение сексуальной потребности человека. Согласно святителю Игнатию Брянчанинову к блуду относятся. «Блудное рожение, блудные ощущения, принятие нечистых помыслов и беседа с ними, блудные мечтания и пленения, нехранение чувств, особенно осязания, сквернословие, чтение сладострастных книг, грехи блудные, естественные и противоестественные». Ну и противоположное добродетель – целомудрие. Да, блуд относится хоть и к плотскому грубому греху, но мы понимаем, что это очень тонкая страсть, которая может выражаться самыми разными способами. Это то, что мучает человека изнутри на уровне мысли, на уровне чувств, каких-то стремлений. В принципе, мы живем в блудной цивилизации. Проповедь блуда на каждом шагу сегодня, как пророчество когда-то святой Космо-Италийский, мир превратится в Содом и Гоморру. В принципе, к этому идет. И, как говорил отец Андрей Ткачев, цивилизация современная стоит на коленях перед этой страстью, страстью блуда. Мне вспоминается фреска Киево-Печерской лавры с мытарствами. И там в мытарствах блуда изображен сам сатана. То есть бес, который отвечает за это мытарство блуда, это сам сатана. Он изображен в такой красной порфире, такая претензия на царское достоинство. И действительно, это как бы такая царская, со знаком минус господствующая, в смысле страсть. И я не удивлюсь, что действительно иконописец этот попал в самую точку, что эту страсть курирует сам сатана. И собирает, конечно, огромный урожай с этой страсти, потому что эта страсть идол современности. Идем дальше. Идем дальше. Следующий слайд. Учение уже о душевных страстях. И первая душевная страсть – это страсть сребролюбия. Прочитаем. Согласно святителю Игнатию, к сребролюбию относятся любовь к деньгам, имуществу, желание обогатиться, размышления о средствах к обогащению, мечтания богатств, опасения старости, нечаянной нищеты, болезненности, изгнания, корыстолюбие, неупование на промысл Божий, пристрастие к различным тленным предметам, суетная любовь к подаркам, присвоение чужого, жестокосердие к нищим, воровство, разбой. Вот как в случае с плотскими пороками, также в отношении этого порока действует та же закономерность. Действие стяжателя находится не в согласии с его природой. То есть он набирает больше, чем его природа может вместить, чем его природа нуждается. Страсть, сребролюбие, она неистовствует в человеке. Она делает из человека действительно какого-то сумасшедшего раба. Просто сумасшедшего раба. Человек не может насытиться. И сребролюбие в человеке может проявляться не только в виде грубого стяжательства, а в каких-то утонченных формах. Например, болеть сребролюбием может тот человек, который не имеет богатства, но имеет волю, жаждущую богатства. То есть сребролюбивым может быть и бедняк. Или, например, тот человек, который привязывается, презрев большее к меньшему, это тоже какая-то форма сребролюбия. То есть отсутствие драгоценных вещей в человеке может компенсироваться пристрастием к вещам более простым и более дешевым. То есть вся суть тут именно в пристрастии. Это то, что формирует страсть. Пристрастие, приверженность, рабство тому или иному объекту. Какова борьба со страстью сребролюбия? Главные добродетели, которые предлагают в противовес страсти сребролюбия, святые отцы, это нестяжание и милосердие. Но если расширять немножко этот круг, добровольная бедность, смирение, отречение от мира, посты, молитва, воздержание. Идем дальше. Гнев. Одиннадцатый слайд. Согласно святителю Игнатию Брянчанинову, в гнев входят вспыльчивость, принятие гневных помыслов, мечтание от мщения, возмущение сердца яростью, помрачение ею ума, непристойный крик, спор, брань, жестокие колки и слова, рукоприкладство, убийство, злопомнение, ненависть, вражда, мщение, клевета, осуждение, возмущение и обида на ближнего. Мы уже с вами говорили, что гнев – это вообще-то положительное свойство души. Только после грехопадения это свойство души искажено и работает неправильно. Гневная, гневливая сила вложена в человека при сотворении, он просто неправильно ей пользуется. Гнев не возникает сам по себе. Его, конечно же, питает человеческое самолюбие. Когда происходит ни по-моему, ни по мне, не так, как я хочу, человек гневается. Как мы видим, гнев связан напрямую с гордостью. Это, кстати, особая тема. Какой грех с каким грехом связан, какая страсть рождает какую страсть. Об этом подробно пишет Иоанн Лествичник, святой преподобный Кассиан Римлянин. В добротолюбии много об этом написано. Кого эта тема интересует, пожалуйста, читайте это все. Потому что тут есть некоторая система. Какая страсть за какую цепляются, в какую они выходят. Это все очень интересно. Книги Бунге, Архимандрита Рафаила Бунге, тоже замечательные по страстям. Итак, последствия греха страшны, грехогнева страшны. Это злопамятство, печаль. Это убийство иногда может быть. Я вот помню, когда в тюрьме строгого режима я проповедовал, мы приезжали со священником, служили литургию, проповедовали. Помню одного человека, который сидел за убийство, по-моему, уже третий раз. И вот я видел, насколько все-таки в нем страсть гнева страшно работает. Вот что-то не то скажи, кулаки сжимаются, глаза наливаются вот таким черным каким-то цветом. В общем, это действительно страшная страсть, которая может привести к каким угодно последствиям. Я недавно перечитывал беседу святителя Василия Великого о гневе. И так по памяти кое-что вспомнил, вам перескажу. Вот святой Василий Великий говорит, что если гнев побеждает человека, человек превращается в зверя, лишает его разума гнев. И гневливый, цитирую, бесится, как пес, бросается, как скорпион, угрызает, как змея. Ну, действительно, так и есть. Разгневанные, пишет Василий Великий, не знают сами себя, а потом не знают также и ближних. То есть человек не узнает брата, сестру, мать, жену, он просто не узнает, не уважает никого и ничего. Это, говорит святой Василий, кратковременное бешенство. Следствие гнева, пишет он, необузданный язык, неукротимые уста, невоздержанные руки, обиды, упреки, злоречия, удары, убийства. Так и есть. Ненавидящий брата своего есть человеку-убийца, говорит апостол Иоанн. А Христос говорит, что гневающийся на брата своего напрасно подвержен суду. Святой Василий дает советы, как исцелить страсть гнева. Советы простые, вообще нового мы ничего не придумаем. Все это просто в теории, в практике тяжело. Не врачуйте зла злом, говорит он. Обидел тебя разгневанный, останови зло молчанием. Вот этот принцип, замкни зло на себе, это общий принцип нашей аскетики. Не будь для гневного зеркалом, пишет Василий Великий. Это ведь ты подливаешь масло в огонь, если отвечаешь ему так же, как он тебе. Остановить зло нужно в первом его начале. То есть пусть это зло останется в человеке и не переходит в тебя. Каждое гневное действие должно встречать наше смирение. Это та стена, о которой разбивается страсть гнева. Василий Великий дает такое прекрасное сравнение. Он говорит, когда стрела встречает какую-то твёрдую преграду, то она впивается в эту твёрдую преграду, разрушается и сама разрушает эту преграду. А когда стрела встречает мягкую преграду, преграду, глину или песок, то она и сама сохраняется, и дальше не летит, останавливается, увязает. Вот такой мягкой преградой должно быть смиренное сердце христианина. Если, дальше продолжает Василий Великий, если чувствуешь, что страсть гнева овладевает тобой, то постарайся, чтобы внутреннее смущение, которого ты уже не смог избежать, не вышло наружу. Да, есть такое, говорят, что если чувствуешь, что страсть гнева закипает, она же снизу где-то вот идет, да, оттуда, в чреслах где-то у нас закипает. И вот она поднимается, сердце колотится, и уже доходит до горла, и уже вот-вот вырвется в какие-то слова, в какие-то наши действия. По крайней мере, если уже мы чувствуем, что сердце колотится, и мы обуреваем страстью гнева, нужно не дать ей выйти наружу, не дать ей получить какие-то звуковые формы, замолчи. То есть просто замолчи, останови это здесь, просто помолчи, успокойся. Да, так что обучись смиренно мудрю, говорит Василий Великий, и так сможешь противостоять страсти гнева. Добродетель, которую мы предложим как противоположную страсти гнева, это кротость. Кротость и смиренно мудря. Идем дальше. Печаль и уныние. Апостол Павел различал печаль мирскую и печаль ради Бога. Мы уже когда-то с вами об этом говорили. Напомню, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть, говорит апостол Павел. Так мы видим, что есть печаль хорошая, это плач о своих грехах, а есть печаль плохая, это печаль мирская, депрессия, которое человека гложет изнутри. Плач о невозможности реализовать свои страсти. Печаль о том, что не получилось так, как ты хотел, так, как ты мечтал. Такая печаль проявляется в мрачной тоске, безнадежности, и действительно человека может убить. Крайнее проявление этой печали — это уныние. Когда человеку ничего не хочется, он ничего уже не может, он как бы парализован, лежит, смотрит в потолок, и жить не хочет, и потолок этот ненавидит. Всё. Это конец. То есть это состояние очень трудно преодолеть, поэтому святые отцы, конечно, предостерегают не доходить до этого состояния. Уныние — это убийца души, очень опасный противник, который может действовать очень по-разному. Человек унывающий может быть очень деятельным, он может бегать по делам, делать то, другое, третье, спасаясь от своего уныния, которое всё-таки его найдёт. Так что страсть очень опасная, и нужно с ней бороться, чувствуя даже самое малое её приближение. Откроем слайд номер 12 и прочитаем, что пишет святитель Игнатий о печали. В печаль входит огорчение, тоска, отсечение надежды на Бога, сомнение в обетованиях Божьих, неблагодарение Богу за всё случившееся, малодушие, нетерпеливость, скорбь на ближнего, ропот, отречение от креста. Да, стремление к удовольствиям, добавлю ещё, заканчивается печалью, если человек не находит этого удовольствия или лишается его. Поэтому, опять же, какая взаимосвязь всего со всем? Печаль прямо зависит от нашего поиска наслаждений, от отношения к жизни, как к наслаждению. Если человек настроен на то, чтобы в жизни кайфовать, то его неминуемо будет ждать печаль, потому что жизнь — это не кайф после грехопадения. Жизнь — это отнюдь не кайф. Жизнь — это труд, боль, пот, слёзы, кровь. И если человек этого не понимает, то, конечно, ему будет тяжело. В жизни есть радость и счастье, безусловно, но эти радости и счастье, они испорчены вот этой прививкой греха. И так или иначе, эта прививка греха даёт о себе знать даже самые радостные моменты нашей жизни, которых на самом деле не так много в жизни, даже самого счастливого человека. Какие добродетели противопоставляет наша святоотеческая мысль страсти печали? Надежда и блаженный плач. То есть вот тот правильный плач, плач о своих грехах и надежда на Бога. Вот этот свет надежды, он должен рассеять мрак печали. Уныние. Тот же слайд читаем. Уныние, согласно святителю Игнатию, в него входят леность ко всякому доброму делу, в особенности к молитве, оставление молитвы и душеполезного чтения, невнимание и поспешность в молитве, небрежение, неблагоговение, праздность, многоспание, празднословие, кощунство, забвение заповедей Христовых, нерадение, лишение страха Божия, ожесточение, нечувствие, отчаяние. Состояние уныния, как мы уже сказали, это крайняя степень печали. Может быть вызвано уныние разными причинами, как и психосоматического характера, действительно, депрессией, так и духовными причинами. Иногда после бури сметенного духа уныние возникает, да, то есть после гнева. Иногда пассивность духовной жизни, действительно, когда человек со временем перестает молиться, опаститься, ходить в храм, читать духовную литературу, читать Евангелие, постепенно отходит от церкви под разными предлогами, занят там или еще что-то. К нему начнет подкрадываться уныние, потому что, когда нет благодати, нет Бога, человеку остается только унывать. Как я помню, тоже проповедовал в реабилитационном центре для наркоманов и алкоголиков, и там некоторые наркоманы с большим стажем, еще не воцерковленные, такие еще отходящие от того или иного наркотика, от действия наркотиков, говорили, «Ну, а почему у вас в церкви все как-то грустно? Как не зайдешь, грустно?» Я говорю, «Ну, это потому что у тебя в сердце грустно. Ну, там, где Бога еще нет, там не может быть весело. Ну, от чего будет весело? От наркотика. Чтобы услышать, понять, почувствовать радость церковного богослужения, нужно очистить сердце и пустить туда Бога. И человек узнает действительно эту радость, которая не может жить в сердце глубоко страстном, подверженном какой-то смертной страсти. Так что радость о Господе нужно, ну, не то чтобы заслужить, нет, она не заслуживается, но к ней нужно созреть и в эту радость тоже вложить какой-то свой труд, свой путь богопознания. Да, состояние уныния действительно парализует человека, это очень опасная, страшная страсть. Какую добродетель святые отцы противопоставляют унынию? Трезвение. Трезвение, то есть хранение ума, хранение чувств от греха, бдение, сосредоточенность, бодрость духовная. Не подпускать этого врага ни в коем случае. Не слушать шепота дьявола, который говорит тебе, все плохо, тебе конец. Знаете, дьявол, он очень любит перед совершением греха говорить, да все будет нормально, Бог добрый, он пожалеет, согрешишь, покаешься, ничего страшного, ты давно не грешил, да, согреши хоть разок. А после совершения греха дьявол говорит человеку, ну все, ты согрешил, тебе конец, даже не думай о божьем милосердии, сколько ты грешил в жизни, разве Бог тебя простит и вообще совесть надо иметь. И вообще видишь, Бог тебе не помогает и церковь тебе не товарищ. В общем, надо знать тоже тактику дьявола и понимать его голоса, да, как он пытается нами управлять. И последние две страсти, самые страшные, тщеславие и гордость. В чем опасность тщеславия и гордости? Это две стадии ложной ориентации человека в жизни. Когда человек совершает какое-то духовное делание не ради славы Божьей, не ради жизни с Богом, а ради собственной славы, чтобы прославиться среди людей или как бы для самого себя. Это очень тонкие страсти. И тщеславие и гордость, опять же, как в случае с печалью и унынием, так тщеславие и гордость, это одно и то же, только тщеславие, это путь к гордости. Да, такая менее интенсивная, менее интенсивный какой-то период овладения этой страстью. Тщеславие и гордость. Да, что такое тщеславие? Тщетная слава. Когда человек ищет славы, вот как было сказано, не Божьей, а какой-то тщетной, которая на самом деле никакая не слава, а просто суета. Любование тщетной славы, поиск тщетной славы, мирской славы. Как Христос говорил иудеям, вы славу друг от друга приемлете, а Божьей славы не ищете. Вот это оно и есть. Человек ищет славы себе, причем он может работать Богу при этом. Страсть тщеславия и гордости, она цепляется ко всему хорошему. Как Иоанн Лествичник говорил, что пащусь, тщеславлюсь, прекращаю паститься, чтоб не тщеславиться, тщеславлюсь, потому что я такой умный, прекратил паститься. Ношу дорогие одежды, тщеславлюсь, одеваю рубище, чтоб не носить дорогую одежду и не тщеславиться, и тщеславлюсь тем, что одел рубище. Как ни кинь этот троирожец, одним рогом он всегда вверх, говорит святой Иоанн. Действительно, страсти тщеславия и гордости портят все хорошее, они паразитируют на добре. Если человек преодолел предыдущие все страсти, тщеславие и гордость могут эту победу испортить, потому что человек будет тщеславиться. Если он уже ставит сам себе пятерку за победу над этими страстями, то, конечно же, весь его труд пошел ему не на пользу. В том ужас этих страстей, что они обесценивают какую-то проделанную работу и могут вывести ее на минусовый уровень. Да, тщеславие рождает гордость, ведет к гордости. Если человек пошел по пути тщеславия, он неизбежно к гордости придет. Гордость — это начало и конец всех зол. Первый грех в мире произошел из-за гордости. Люцифер хотел поставить свой престол там, где престол Божий. Это главный мотив всех страстей, начиная от первого самого греха. Откроем слайд номер 13 и прочитаем, что такое тщеславие в понимании святителя Игнатия Брянщанинова, что туда входит. Тщеславие — искание славы человеческой, хвастовство, желание искания земных и суетных почестей, любовь к одежде, роскоши, стыд исповедовать грехи и сокрытие их перед духовником. Лукавство, самооправдание, прикословие, лицемерие, ложь, лесть, зависть, уничижение ближнего, бессовестность, переменчивость, нрава. Как видите, очень много всего в тщеславии. Действительно, эта страсть имеет очень много направлений, таких каких-то отклонений, и цепляется, еще раз скажу, ко всему доброму. Паразитируют на добре. Противоположный добродетель — это смирение и духовное рассуждение. Вот как интересно. Надо рассуждать о себе, о мире, о Боге, понимать, кто ты такой перед Богом и людьми. Вот эта здравость, духовный реализм некоторые, это же и есть, по сути, смирение, когда человек ставит себя на соответственные ему правильные позиции. Вот и все. И противоположный добродетель — вера, покаяние, любовь, послушание. Гордость по учению преподобного Иоанна Кассиана Римлянина может быть двух родов. Гордость, свойственная совершенным, духовная гордость, когда человек уже много всего сделал, потихоньку начинает гордиться своим состоянием. И гордость плотская, которая бывает у новоначальных, когда, знаете, в человеке все кипит, просто все страсти, и гордость в том числе. Как пишет Иоанн Кассиан Римлянин, признаки, по которым узнается плотская гордость, есть такие. «Сперва бывает в разговоре крикливость, в молчании досада, в веселье громкий разливающийся смех, в печали неразумная скорбь, в ответе строптивость, в речи легкомысленность, слова вырываются без всякого участия сердца, она безрассудно не имеет терпения, чуждо любви, то есть это страсть, дерзка в нанесении оскорблений, а в перенесении их малодушно, к повиновению не способна». Вот это грубые проявления тщеславия и гордости плотских, таких самых-самых начальных. Я думаю, что-то из этого списка непременно свойственно каждому из нас, потому что мы все в той или иной мере, к сожалению, горды. Гордость рождает все пороки, как мы уже говорили, это корень всех страстей. Побуждение ко всем порокам исходит именно от гордости. Если гордость заражает всю жизнь человеческую, появляются те или иные страсти, откуда ни возьмись. Вот святые отцы вообще интересные вещи пишут. Допустим, не помню точно сейчас, кто пишет, что если ты сблудил и не понимаешь, откуда вдруг это взялось, вспомни, не осудил ли ты кого-то. То есть вот страсть блуда может быть связана с осуждением. А осуждение ведь тоже питается гордостью. Вот гордому человеку, человек, Бог может попустить как-то страшно согрешить, даже может быть иногда и сблудить, ради того, чтобы человек понял вообще, кто он есть на самом деле. Может быть ради этого было попущено Петру отречься от Христа, чтобы в следующий раз не говорил, когда все ученики сказали, может быть я предатель. Он сказал, пусть все предадут, но я не предам. Да, вот таким людям, которые может быть любят Бога искренне, но есть в них вот такая горделивая черта Господь, иногда попускает впасть в какие-то очень тяжелые, очень неприятные, досадные, обидные грехи. Это законы духовной жизни. Когда человек, вместо того, чтобы восходить к Богу, служить ему, пребывать в спасительном общении с ним, направляет свои силы и удовлетворение на свой собственный эгоизм, на удовлетворение своего собственного эгоизма. И Господь, желая совлечь человека с этого пути, иногда как-то жестко его подправляет. Так бывает, нам нужно иногда. Откроем 14-й слайд и прочитаем, и прочитаем, что пишут святые отцы о гордости. Несколько цитат. Ну, вообще, цитат миллион, конечно, святых отцов о гордости. Я выбрал несколько очень важных, на мой взгляд. Святитель Николай Сербский. Духовная гордыня гораздо большее ничтожество, чем нищета духа. Сознавать и чувствовать свою ничтожность гораздо меньшее ничтожество, чем гордыня, ибо гордыня – это не только незнание, но и глупость. Гордыня – мать всех глупостей и всех злых дел человеческих. Вот еще преподобный Иоанн Лествичник. Образ крайней гордости состоит в том, что человек ради славы лицемерно показывает добродетели, каких в нем нет. Вот это все про нас. Преподобный Иоанн Кассиан. «Нет никакой другой страсти, которая бы так истребляла все добродетели, лишала человека всякой праведности и святости и обнажала, как главная губительная болезнь, которая не один член или часть его ослабляет, а все тело повреждает смертоносным расстройством. Гордость в состоянии подвергнуть жестокому падению и погубить даже стоящих на вершине добродетелей». Ну вот, действительно, какая страшная и опасная страсть. Кстати, заметим, что иногда мы говорим «гордость», иногда «гордыня». Это одно и то же или нет? Вот в толковом словаре Даля написано, что гордость и гордыня это синонимы. В толковом словаре Ожегова дается определение, что гордость это завышенное чувство собственного достоинства, а гордыня непомерная гордость. Но в современном русском языке так и есть. Гордость и гордыня отличаются тем, что гордыня это гордость в превосходной степени. Но вот в русском богословии слова «гордыня» и «гордость» синонимы. Если почитать наших русских святых отцов, гордость и гордыня синонимы. Так что зависит от контекста и от того, кто пишет тот или иной текст. Я выписал для вас замечательные признаки, по которым можно определить свою гордость. Я нашел это у Иакова, архиепископа Нижегородского. Давайте почитаем, что он пишет. Это епископ XIX века. 15 слайд. Чтобы понять, ощутить ее, замечай, как ты будешь себя чувствовать, когда окружающие тебя сделают что-либо не по-твоему, вопреки твоей воле. Если в тебе рождается вместо всего не мысль кротко исправить ошибку, другими допущенную, а неудовольствие и гневливость, то знай, что ты горд и горд глубоко. Если малейшие неуспехи в твоих делах тебя опечаливают и наводят скуку и тягость, в том числе и мысль о промысле Божьем, участвующем в делах наших, тебя не веселит, то знай, что ты горд и горд глубоко. Если ты горяч к собственным нуждам и холоден к нуждам других, то знай, что ты горд и горд глубоко. Если при виде неблагополучия других, хотя бы то врагов твоих тебе весело, а при виде неожиданного счастья ближних тебе грустно, то знай, что ты горд и горд глубоко. И следующий слайд. Если для тебя оскорбительные и скромные замечания о своих недостатках, а похвалы о небывалых тебе достоинствах для тебя приятны, восхитительны, то знай, что ты горд и горд глубоко. Вот еще отец Иван Крестьянкин мне вспоминается, писал, в чем проявляется гордыня, в том, что мы не видим своих ошибок, не желаем уступать, раздражаемся, досадуем на других, не терпим упреков, даже справедливых, а пусть даже и несправедливых. А вот любим только похвалы. В общем, как говорил святитель Феофан, чуть только пальцем тронули, а мы кричим кожу дерут. Вот это признаки гордости. Конечно, это у каждого из нас есть. И гордыня требует от других служения нам. Надо помнить, что Господь нам велел служить Богу и другим людям. Давайте несколько слов скажем о том, что такое добродетели христианские, и закончим нашу лекцию. Мы обязаны об этом сказать, потому что страстям необходимо противопоставлять добродетели. Откроем следующий слайд и прочитаем. Согласно святителю Феофану Затворнику, слово добродетель имеет несколько значений. Первое. Главное всеобъемлющее стремление Духа к добру или настроение Духа христиански действующего. Второе. Разные добрые расположения воли и сердца. И третье. Каждое отдельное доброе дело. Еще одно определение от святителя Феофана. Добродетель как состояние или как настроение Духа добродеющего можно будет определить так. Есть ревность и сила пребывать в порядке христианской нравственной жизни. Или просто ревность христианской жизни. Да вот в общем добродетель это ревность христианской жизни. А в свою очередь эта ревность уже проявляется в добрых расположениях воли и сердца и в конкретных делах. Вот здесь схема святителя Феофана Затворника понятна. Добродетели в христианском понимании отражают в человеческой личности ее изначальное богоподобие. То есть каждая добродетель она нас связывает с Богом уподобляет нас к Богу и приближает нас к Нему. В античности тоже были понятия добродетели общечеловеческих добродетелей понятия. Под добродетелями понимались вначале положительные качества человека такие как мужество умеренность справедливость. Платон впервые дал метафизическое осмысление добродетий а Аристотель рассматривал добродетели как приобретенные свойства души причем он делил на диана этические формируемые путем обучения и этические формируемые путем воспитания. Платин считал приобретение добродетелей необходимым условием уподобления человека Богу. И вот в христианском понимании добродетели это путь к обожению святости Бога уподоблению. Через христианские добродетели человек и борется с острастями потому что отрицательному чему-то плохому нужно противопоставлять положительное. Чем вытесняется страсть? Добродетелью. Чем вытесняется грех святой жизнью? Христианские добродетели бескорыстны. Они преодолевают эгоизм. Это тоже очень важно. Они не обусловлены волчьими законами мира сего. Они не обусловлены эмпирической какой-то логикой. Творить добродетели не всегда выгодно человеку. Ну опять же лучше отдать или оставить себе что-то. Конечно лучше оставить себе по земной нашей логике. Но христианская логика логика неба совсем другая. Добродетельный человек подражает Христу. Потому что Христос это Бога человек который показал идеал добродетельной жизни. И вот для нас идеалом являются добродетели Господа Иисуса Христа которые нам он изложил в заповедях блаженств. Поэтому заповеди блаженств это такой ориентир на пути христианских добродетелей. Добродетели это стремление к добру. А добро это Бог. Поэтому добродетели как мы уже говорили это путь к Богу и главная черта добродетельного духа это жажда богоугождения. Откроем последний слайд 18 и прочитаем о трех богословских добродетелях и четырех основных добродетелях общечеловеческих. Я сейчас объясню зачем мы это делаем. Прочитаем три богословские добродетели вера надежда и любовь а четыре основные это благоразумие справедливость мужество умеренность. Вот смотрите основные добродетели это те которые накопила античная мудрость. Вот антики говорили о четырех общечеловеческих основных добродетелях которые формируют хорошего человека как они считали кстати правильно считали благоразумие справедливость мужество умеренность. но христианские добродетели вера надежда любовь это прямо религиозные добродетели они невозможны без веры в Бога и отношений с ним. Вообще корень всех добродетелей это вера без веры угодить Богу невозможно говорит апостол Павел. И интересно что верующий человек и основные добродетели общечеловеческие может сделать духовными добродетелями если включит в них измерение веры благоразумие справедливость мужество умеренность в контексте веры в Бога превращаются в духовные добродетели. Ну что ж друзья на этом мы сегодня остановимся и так мы с вами сказали о том что такое грех мы сказали что такое страсти что такое добродетели и наметили отчасти наметили путь к искоренению страстей и к очищению сердца это стяжание христианских добродетелей конечно здесь много можно было бы еще говорить об аскетике о хранении сердца об аскетических приемах очищения сердца о молитве как основном ключе к проблеме искоренения страстей это жизнь в церкви по сути это жизнь в церкви о которой мы с вами уже достаточно много говорим жизнь в церкви жизнь с богом борьба с грехом изучение писания приобщение к благодати через таинство молитва личный аскетический подвиг это то что очищает нас от страстей о которых мы сегодня с вами поговорили мы эту тему еще будем продолжать в последующих лекциях всего вам доброго до новых встреч до свидания до свидания «серкетер» зеркетер» «серкетер» «серкетер» и «серкетер»